И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим тему уже ближайшего танкафонда. Как вы знаете, а возможно не знаете, у нас буквально 5 дней назад вышел пост в нашей игре на форуме о том, что стартует Winter Major 2022, и о том, что у нас уже буквально через 3 недели, даже уже на момент записи этого видеоролика чуточку меньше, стартует танкафонд в игре. По сути, это самое важное и интересное, что есть в этом Winter Major, да и вообще в мажор-турнирах, на мой взгляд, да, конечно, прикольно поболеть, поиграть, выиграть что-то, да, в этом замечательном турнире, потому что это, по сути, главный турнир в нашей игре, но для меня, как для человека, который записывает видосы и который обозревает все это дело, самое интересное, это, конечно же, танкафонд. На предыдущем танкафонде у нас набрались максимально безумные цифры, я сейчас говорю именно про Summer Major, и сегодня мы рассмотрим его, подискутируем немножко на эту тему, повангуем, что же у нас может быть в игре уже на этот Winter Major, какие могут быть призы, что может быть интересного, ну и самый главный вопрос, сколько мы сумеем набрать вместе с вами в этом танкафонде? Даже здесь есть информация о том, что предыдущий танкафонд набрал более 18 миллионов, я у себя нашел скриншот, на котором есть 18,5 миллионов, не знаю, это итоговые цифры или нет, скорее всего, нет, да, и есть еще чуть-чуть больше цифры, да, а возможно, это и итоговые цифры, но вот такой скриншот я у себя нашел, хотел зайти на сайт как раз-таки предыдущего танкафонда, но, к сожалению, когда ты на него заходишь, то он не открывается, к сожалению, то есть доступ на него у нас разработчики игры закрыли. В целом, кто не участвовал в танкафонде в прошлом, я скажу о том, что за 1000 танкоинов можно было получить один скин-контейнер, 4 слот, если у вас его не было, Кризис, Броненосец и 4 супер уникальных и крутых устройства, которые очень хорошо себя показали в матчмейкинге. Всего их было 5, я не включаю сейчас в расчет как раз-таки молота Сэмми, потому что не считаю, что это сильное устройство, а вот как раз-таки Рикошет на Гелиус, вакуумные снаряды на Гром, Рой на Скорпион и Пульсар на Теслу, все эти устройства оказались супер-эмбовыми и супер-метовыми, и по сей день все эти устройства являются актуальными, да, правда, их уже поднерфили, что Рикошета с Гелиусом, что Рой с Скорпионом, Пульсар Теслу, если я не ошибаюсь, не трогали, ну и вакуумные снаряды тоже не трогали, поэтому два устройства еще есть, которые даже не трогали, но все эти устройства были супер-актуальны, супер-метовые, и именно поэтому этот танкофон стал максимально прибыльным и актуальным, то есть у нас было в нем все, у нас был слот, у нас были уникальные устройства, броненосец, кризис, да, то, чего у довольно неплохого количества игроков не было в нашей игре, у меня в том числе не было броника на аккаунте, да, кризис был, но броника не было, и мне лично очень сильно хотелось его получить, я, когда только происходил анонс в видеоблоге, либо просто пост выходил с танкофондом, я ванговал то, что в нем наберется как раз-таки 10 миллионов, на тот момент времени 10 миллионов это была очень большая сумма, и после чего уже по ходу этого танкофонда я видел темп, я видел рост, и я понимал, что уже 11 реально набрать, уже там и 12 реально набрать, и 13, а потом, когда я увидел, что в день там по миллиону просто летит, а еще до конца ивента там было недели две, наверное, да, я для себя понял, что да, наконец-таки я получаю свой, ну уже закономерный, долгожданный броник на аккаунт, кризис у меня на тот момент времени уже был, и мне реально стало очень круто, достойно, что все эти награды я сумел забрать, да, плюс для без донат аккаунта, да, это была вообще нереально жесткая прибыль, при том, что я в одном из предыдущих танкофондов забрал тебе восьмерочку танкоинов, и здесь сумел за тысячу танкоинов приобрести крутые устройства броник кризис, но у меня вот прямо сейчас вылетела в голове мысль о том, что броника, я на основе не забирал все-таки в этом танкофонде, если я не ошибаюсь, то я его получал в мини-игре, значит, по сути у меня были эти предметы, но зато я получил суперкрутые устройства, но вот без донат, в этом плане что броника, что кризиса получил, и я был безумно доволен тем, что без доната можно было получить такие уникальные предметы. Если пройтись по спецпредложениям, которые были у нас, у нас была спецуха как раз-таки для просто участия в танкофонде за тысячу танкоинов, была спецуха за 6 тысяч танкоинов, за которую можно было получить 50 ультракантов, 240 тысяч кристаллов и краску участников, краску болельщиков, и вот такая спецуха за, я вот правда не помню, 15 или 20 тысяч она стоила, наверное 15 она стоила, спецуха со 150 ультраконтейнерами, эффектами выстрелов и тремя ядерными энергиями. В целом спецухи были не сказать, что жесткие, но приобрести хотя бы парочку с точки зрения участия в танкофонде, я посчитал нужным, и к сожалению это тот самый танкофонд, в котором мне не удалось поднять нормальной прибыли, да. Я не сумел кэшбэкнуться, не сумел забрать что-то большее, но в целом, в целом танкофонд оказался самым успешным, который мог быть вообще в принципе, и на сегодняшний день это рекордный танкофонд, который был в нашей игре. Теперь же давайте обсудим, что же мы можем увидеть в этом танкофонде, уже в новом, да. Какие у нас могут быть призы, что могут нового преподнести нам разработчики, и что готовы они туда всунуть, чтобы у вас, у меня было желание, была мотивация вкидывать туда, да. Вкидывать, покупать спецухи и гнаться за какими-то уникальными призами. Я уверен 100%, что плот будет, да, для тех ребят, у которых нет четвертого слота. В танкофонде он точно будет, поэтому если вы вдруг его еще не приобрели, то можете дождаться танкофонда, который будет буквально через три недели, даже уже чуть меньше. Дальше, скин-контейнер. Один минимум точно будет, возможно даже два скин-контейнера будет в этом танкофонде. Новые устройства. Это то, без чего этот танкофонд не может никак обойтись. Если в этот танкофонд не засунут новые устройства по типу таких, которые появились на предыдущем танкофонде, да, суперэмбовые, суперкрутые, то, как по мне, танкофонд уже будет терять итоговый смысл. И, ну, наверное, он не будет такой актуальный и такой интересный, да, потому что как раз-таки устройства мотивировали большое количество людей покупать танкофон, чтобы получить даже за тысячу, да, то есть все ребята, которые не имели танкоина, они старались фармить, 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 фармить и вцовывались, залетали, заходили в этот замечательный танкофонд. Также, я не забываю о том, что у нас была компенсация в игре. На тот момент времени у нас происходили додос-атаки, и разработчики нам дали дополнительно халявные танкоины. За счет этих халявных танкоинов тоже хорошая сумма прибавилась в нашем общем банке, потому что именно этого количества не хватало многим игрокам на бездонат-аккаунтах, чтобы залететь в танкофонд, и как раз-таки эта компенсация им помогла это сделать. Поэтому, возможно, таких безумных цифр у нас не будет в этом танкофонде. По количеству призов, наверное, все так же будет 15, ничего здесь не поменяется. Броненосец и Кризис все так же останется, наверное, в главных призах. Вряд ли что-то здесь поменяется, хоть и на сегодняшний день уже намного большее количество игроков имеет и Броник и Кризис. И главные цели, я уверен, что уже будут явно не эти два уникальных предмета, но все равно они будут в конце, так как игроки-то новые появляются, есть игроки, которые возвращаются в игру, у которых до сих пор этих предметов нет. Ну и также закинул удочку на новый предмет, который, как по мне, в теории, именно в таком ивенте может появиться, как последний слот, как самый уникальный предмет, это резист как раз-таки от хаос-урона. Я уже на протяжении долгого времени все про него рассказываю, все ажиотаж возле него создаю. Кто-то, может быть, считает, что я там пытаюсь на нем хайпить, там и типа в этом духе все раскручиваю, но он должен быть. Он 100% должен быть в нашей игре. Я в этом уверен. И я видел все слова от Ореха, связанные с этим, да, и из этого делаю 100% выводы о том, что этот модуль будет в игре. Вопрос лишь только времени, когда он появится. И, возможно, именно на этом танкофонде он появится и выйдет. Как-то так, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу танкофонда. Пишите, какое у вас мнение складывается о нем, какие призы будут в танкофонде, по вашему мнению, в уже Winter Major танкофонде. Ну и также не забывайте поддерживать данный видос лайком, если вам эта тема интересна. Подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и надеемся, что уже в ближайшее время появится вся подробная, а, возможно, быть, просто анонс, спойлерная информация о новом Winter Major танкофонде. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.